Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня об увеличении урожая картофеля. Картофель, как и томаты, относятся к семейству посленовых. Зачастую требования к условиям подкормки являются очень схожими. Один из критических факторов, который влияет на формирование богатого урожая картофеля, это его подкормка в период цветения. Ведь в период цветения происходит основное формирование кожуры на картофеле. Одним из важных удобрений, как и для томата, для картофеля является кальциевая селитра или нитрат кальция. Нитрат кальция у томата является важным удобрением в том случае, когда он испытывает дефицит кальция и страдает от вершинной гнили. Однако же, я не очень рекомендую этот способ борьбы с вершинной гнилью. Я рекомендую быстрые кальциевые подкормки с помощью других составов, о которых вы можете узнать в роликах канала про цветок. Почему? Потому что избыток азота может привести к жированию томата, уменьшению количества цветков в кисти, уменьшению количества плодов и блокирование различных элементов питания этот нитрат может вызвать. А вот поскольку картофель у нас размножается и органами потребления у нас являются клубни, вегетативные органы, как раз кальциевая селитра является абсолютно незаменимым удобрением для подкормки картофеля во время цветения. Для чего это необходимо? Это необходимо для нормального, правильного формирования у картофеля вот этой кожуры на клубни, чтобы она не трескалась, чтобы она не поражалась болезнями, чтобы картофель впоследствии хорошо хранился. Конечно, пройтись и разбросать этот нитрат кальция по редкам уже совершенно неэффективно. Почему? Потому что пока он растворится, пока он проникнет корням, уже фаза уйдет и уже будет это не так актуально. Наоборот, будет тогда нарушение накопления калия, азот нарушает накопление калия и в томатах, и в картофеле в том числе. И картофель будет невкусный, будет темнеть при варке и так далее. Что же делать? На помощь приходят некорневые подкормки. Необходимо сделать раствор из одной столовой ложки кальциевой селитры на ведро воды и равномерненько опрыскать наш картофель во время цветения или в течение двух недель после окончания цветения картофеля. Разумеется, что в отношении ранних сортов картофеля этот прием не стоит применять, а вот в отношении средних и поздних сортов он является абсолютно необходимым для того, чтобы получить крупный, красивый, гладкий, ровный, с неглубоким залеганием глазков, с хорошей сформированной кожурой, хорошо хранящийся картофель, который также даст нам и хорошие семена на будущий год. Потому что в условиях хранения картофеля хорошо сформировавшаяся кожура является большим залогом для сохранения качества и продовольственного картофеля, и семенного картофеля. Поэтому такая равномерная некорневая обработка таким раствором позволит вам добиться этой цели. Сделайте ее и увидите, насколько ваш картофель будет качественнее. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!